За святую Русь помолюсь Добрый вечер, друзья! Москва, привет! Вот, сегодня сказал, спокойной ночи, Дальний Восток, но, надеюсь, еще не уснете. Ну, темы не сказать, что сегодняшние, они уж самые такие интересные, но они самые важные для всей страны и для каждого из нас, и для каждого кармана нашего. Вот. Помните, это самое, мои любимые, еще многие смеялись, когда я говорил так. Вот. Желаю женщину-мужчину с большим-большим, таким большим-большим кошельком. А с нас всех, у женщины они всегда потощие, зарплаты не те. Вот. И у всех у нас, у всех граждан России, и они вынимаются из кармана по каждому поводу. Причем многие поводы настолько глупы, что это невообразимо. Но это надо вот сейчас вам услышать, потому что, я уверен, многие сейчас даже не знают, за что их это грабят и обдирают. Вот. Я подходил к этому постепенно. Я это давно знаю, что каждый раз, когда выгребают листву, но я не знал гигантских, диких масштабов, миллиардные рублей, выкачанные из наших карманов. Я не преувеличил. Смотрите. Это Абакан. У меня таких фотографий в десятках, но разбросаны по разным местам, вебинарам. Вот. Значит, сейчас здесь деревья, это городская среда, их никто никогда кормить не будет. Никогда. Но то, чем они питались в природе, в природе, подчеркиваю, это перегнившая трава и упавшая листва. Это всё у них отбирается в наглую. Грабёж. Они не могут кричать. Я потом мне же скажу, что среди нас есть люди друиды. Не в заготе про этих словах. Ну, это так, между лешим и этим самым. Это, скорее всего, фольклор. Но друиды, мы друиды и есть. Почему? Потому что только нормальный друид, нормальный, не буду себя показывать, может понять и почувствовать боль дерева, которого грабят, и которое обречено на голод, а потом на короткую жизнь, на смерть. Вот. Видите мешки? Вот они. И только прошу вас, ребят, не отключайтесь. Это касается всех нас. Может, кто-то является племянником какого-нибудь, или наоборот, дядей, какого-нибудь чиновника, от которого это зависит. Вот. Вот. Как пока это листва, она собрана в эти мешки, да? Это целая работа. Это такая работа. Умножьте это на... Не на миллионы. Что вы, какие миллионы? Так много. На десятки, на сотни миллионов таких сюжетов. Представляете? Гигантский труд, за которые мы оплачиваем. Мы оплачиваем глупую, ненужную, опасную для деревьев совершенно работу. И это всё, вся страна. До Камчатки, до Сахалина. Чуть не сказал, до Северного литвого океана. А оно такие, кстати. Я сам наречаю. Там тоже самое. Вот это вот происходит на наших глазах. И это считается нормально. Отнять у деревьев еду. А почему? Объясняю почему. Потому что считается, что это мусор. А сейчас я вам покажу эти гигантские масштабы. Это только одна из проблем, о которых надо не говорить, нет, кричать. Смотрите. Когда я вот так вот нажал, да? Вот. Сейчас, минуточку. А, вот. И когда я вот это нажал, вы представляете, картина? Дело в том, что мало того, что, наверное, добрый миллион за нашу карман оплачиваемые дворники этим занимаются, плюс гигантское количество нас, когда назовут на всевозможные эти, как их называют, субботники. И вот это всё только для того, только потому, что вот эта трава, а вот это дикоросы, они не боятся, что тут какая-то тут козявка какая-то вылетит оттуда плодожорка, плодов-то нету. И что её боятся, плодожорки? А это просто дань традиции, что когда-то кто-то сказал, какое у нас Москва. Наверное, начиналось с Москвы, потому что потом были, дальше шли эти, Татария, а потом, сами знаете, Мордовия и прочие эти самые. Чокчи. А начиналось с Москвы. Кто-то когда-то сказал, это непорядок, это мусор. И разошлось, а умножьте на сто лет. Вот это вот гигантская работа, которая не понимает президент Путин. Почему? Потому что это настолько въелось, что он не должен быть семи пяти во лбу, но у него советник должен быть по сельскому хозяйству. Ну и что-то близко к сельскому хозяйству. Ну к природе. Посмотрите. Зачем? Если бы однажды президент, а ему нужно просто, я не могу, один человек на планете может это сказать. Больше никто. Взять с трибуны, с любой, там очередная встреча с какими-нибудь там этими курсантами, вот как было там, с офицерами, просто сказать, извините, среди текущей секунды. Ребята, упавшие листва не на дорожках асфальтах, а на траве упавшие листва. Это не мусор. Просто посмотрите на него другими глазами. И вы представляете, это прекратится. И больше не один человек. Потому что до этого, что это не мусор, один человек на планете, вот я не буду себя показывать, может быть, ещё таких несколько было, но я их не знаком, не знаю. Представляете, гигантская работа оплачивая нами. Она не просто работа, и она вредна природе. Она вредна деревьям. Деревья, мы говорим, это источник кислорода. Ну как, много я вам наговорил. Вы представляете, это вся страна. Не ужаснулись ещё? Ладно бы ребёнку в школе бы объяснили, что это не мусор, не мусор. Это не мусор, это ценнейшая часть нашей планеты, нашей органической жизни, подчёркиваю, органической. Не сметь убрать. Почему? Потому что она никогда не превратится в эти самые, вон в мешке, видите? Она никогда не превратится обратно в перегной. Нельзя истощать почву. Нельзя истощать почву. Это всё сожгут, и превратится всё H2O плюс СО2. Вы понимаете? Вот, вы думаете, я выговорился? Смотрите сюда. Я возвращаюсь обратно в это. Итак, началось всё вот с такого снимка. Вот. И у меня это было одиночество. А потом я заглянул сюда и пришёл в дикий ужас понять Вселенную по капле воды. Вот о чём речь идёт. Чтобы увидеть, что один гребёт, умножить на миллион, а потом каждый умножить на количество этих самых весен и осеней, а потом ещё на субботнике, а потом ещё на миллионы гектаров, вы представляете, что будет? А мы в нищете живём. И чем занимаемся? А? Мы в нищете живём. Вот, извините, митинг получился. Смотрим дальше. Побелка я уже сколько раз говорил. Это уже не побелка, это уже покраска. Деревья болеют. Вот они, больные деревья. Тоже мозгов нет и никогда не было. Я несколько раз поднимал эту тему. Даже плодовая, ну мы сейчас про городскую среду говорим, плодовая, спорная, вот как же, что обязательно дерево погибнет, если не побелить. Пока всё, что я вижу, они гибнут, потому что их белят. Мне труднее доказать. Но вот это-то, это-то что? Сказать, что листва, сброшенные с дерева, это не мусор. И смотреть на неё надо, как часть природы. Помните, я пока ещё показывал берёзовый лес, это покрыто этим самым. Ну почему туда не отправляют этих лесников мусора эти сгребать? Мы же так же ходим в лес, любуемся. Скажут, вот так, а вот здесь вот, вот понять, что вот это вот нельзя, никто не может. Побелка, ну началось, где-то на Урале я выступал на слёте, выступал потом ещё в этом, как это, ну в общем, дважды я там был. Где-то кто-то, какой-то из мэров сказал, подождём, на слёте было пару чиновников, видимо, дошло, подождём, узнаем, а интересы возобновили поделку или нет. А это дурька, миллионы людей белят миллиарды деревьев. Ну, зачем, за что они всё? А ведь опять же это мы платим, только из-за того, что есть люди, которые мы называем призывательно торгашами, торговцы ласковое слово. А почему призывительно, я называю? Потому что их задача доказать, доказать невозможно, их доказать, бить башку людей, что не покрасишь и не будешь, покрасишь, заметьте, я не сказал побелить, будешь без яблок. Это не всё. Ладно. Ну, то, что умеют калечить деревья и после этого они падают, редко, но каждый человек вселенная. А они погибают в городах под этими, под огромными деревьями, вывораченными с корнями или просто лопнувшими, потому что они искалечены. Вот сравните. Наверное, вот такие они должны быть. А какой-то, мягко говоря, человек решил, что это красиво, ветки не мешают. Это чаще случаи. Вот. А вот это, как ещё машину тут ставят? Это Абакан. Но тут деревья не побелены. Ух ты, надо же, как не покрашены. Это Савиногорск. Здесь проходит, здесь асфальт, здесь дорога. Здесь каждый день проходит несколько, если собрать, это куча, несколько тысяч людей. Никто никогда не обратил внимания, а я только, таких тут целый ряд. Вот. Никто никогда. Мы настолько привыкли. Ладно, ещё через какое-то время, но упадёт. Хорошо, если не приклопнуть. А знаете, что это? Знаете, что это? Детский сад. Это детский сад. Я ничего не выдумываю, поверьте мне на слово. Я бы не стал бы так кричать. Это детский сад. Вот это наше отношение к природе. Это третий, палец загнул. Это ещё не всё. А вот это, ребята, искусственные деревья. Это Саиногорск. В нём победа, Саиногорск. Победили те, кто, видимо, это недаром даётся, когда выписывают. Это ночью красиво, когда лампочки горят, вот эти. Искусственные деревья. И я никогда не думал, что это очередное. Ну, распил понятно, воровство понятно, это самое, делят бюджеты, это самое, родному человечку, всё понятно. Мы молчим. И когда я вот это увидел, вот это, вот, а рядом туи растут. Смотрите, какие красивые. Ну, зачем вот эти было? И тогда я опять залез в интернет. Фух, внимание, это четвёртый уже. Караул, когда я вот сюда нажал. Вся страна покрыта ими. Искусственные деревья. У нас что, тополей мало? У нас вся эта газа ращена подростками, которыми нет, под огромными деревьями растут берёзы, растут сосны. У них нет выхода, они не видят солнца, поэтому копай, копай, миллионы, миллиард, сколько угодно. А вот это вот было для чего? Для того, чтобы нас ободрать. Вот так вот. Дальше пройдёт нормальная лекция, а пока смотрите. И вот это вот, я просто одну фотографию. Сколько может стоить вот эта такая, где-то Питер, по-моему. Сколько это может стоить? А без этой красоты мы нищие не можем прожить? Видят, тут кусок у ребёнка, потому что ребёнок в школе говорит, я не буду есть эту гадость. Понимаете? а деньги вот они. Ну что, хватит митинговать? Нет, не всё. 40 миллионов дели, оказывается, кто-то взял в итоге подвёл. Конечно, враньё. Конечно, это очковтерятельство. Надо было 27 миллионов по числу погибших в этой, в Отечественной войне, да? Ну, сказали 40. Ну, на самом деле, может, 10-20 миллионов. Я не верю в эти сказки. Но главное, что они потом начинают погибать. Потому что никто никогда и никто не умеет эти деревья посадить, чтобы они ещё и росли. Я вот специально увеличиваю, смотрите. Обязанность ухаживать за деревьями лежит на администрации. Деревья погибли не все, сообщил начальник отдела обоустройства. Я бы его в тюрьму посадил, а не только бы это, снял с работы. Мы сейчас пытаемся часть из них спасти. Поливаемся специальными добавками. Они засохли, потому что была жаркая и душная погода. Вот почему. Потому что идиоты этим занимаются. Дали команду. Назначили людей, понимающих. А понимающих людей в стране сейчас нет. Сейчас в стране, где правильно посадить дерево. Вот. Вот только наша маленькая, это как бы итог. Наша маленькая секта, как нас обозвали, да? Вот. Шаманы, как нас обозвали, на съезде садовода в России. Какой России? Всего этого, международного съезда. Нас обозвали. Вот. А еще, ой, забыл. А потом. Вот. И я пытался навести порядок хотя бы в городе. Меня позвали сюда. Почему? Эти люди должны были получить по 50 тысяч рублей, где-то закупить, достать саженцы. Сергея покупать не стали. Хотя можно было в город украсить абрикосами. Так. У Сергея Железова. Кстати, вот моя племянница, Даша, видите, какая сидит с кемомым видом. Вот. Но это так. Она после этого снимала фильм. Вот. Но пришло телевидение. Вот. И я учил их садить деревья. А кто всю страну научит садить дикоросы, ткнул, растет, черт с два, ткнул и загибается. Вот. И получилось так, что вся страна покрылась мертвыми деревьями. Я в этом показывал. Вот так вот 40 отрезанных веток на высоту 2 метра и тут несколько этих, как называется, несколько листиков. Вот тут такой пучочек 2 метра пустоты и это называется посадка, нет, не так. Предпосадочная подготовка. Вот. А вот, пожалуйста, вот он этот, Михаил Коуха. У нас стране их тысячи. Абсолютно ничего. Вот. Отдел благоустройства. Что ты понимаешь в благоустройстве? Какими добавками ты мертвое дерево сейчас это самое оживишь? Это то же самое, что прийти в морке человек тоже может алкоголика коньяком полить. Он только почувствует на губах коньяк и сразу оживёт. Вот это вот уровень. А нас с вами всего 500-600 человек просмотров. Кстати, вы не помогайте размножать. Ну, научил я. Дайте мне трибуны на Всероссийскую. Ну, где, кто, когда поймёт, что это надо даже дикороса научить садить. Надо. непорядок. И вот что я вынужден. Вот это вот листья на асфальте. Конечно, надо подмести непорядок. А вон листья, смотрите, там, видите, вот они, сразу за оградой. А там сквер. И они уже не мусор. Возьми ты их и туда, перенеси. Эти же деревья накормят. Вот они вот сюда рассыпались. Но об этом должен знать кто. А я сейчас чтобы это не выгодно, чтобы это не выгодно, как трагично, что опять митинг устроил вместо простой советской лекции. Винокур рассказывал со сцены юмористка. Ну, там было такое стихотворение. Вот. Но он изображал кого-то там. И вот тот, который изображал стих стих. Говорят, не имею 100 рублей. А говорят, что имею 100 друзей. А мне нужен, не нужно мне 100 рублей, не нужно 100 рублей, а мне нужен один дружище, который подарит мне тысячу. Так вот, мне тысячи не хватило бы, и даже миллиона, чтобы продолжать агитацию, обучение и прочее. Ни рубля бы не присвоил, потому что меня-то знают. Знаете, как страшно я тоже отклонюсь, у нас страна считается верующей. У нас говорят, каждый день по три церкви открывают. Их скоро будет больше, чем верующих. А количество верующих, ну, молодежь, школя, это знаете как, я вам сейчас покажу верующих. Я опять отвлекусь, ну, что у меня за натура такая? Сейчас, 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 сейчас. Вот, я вам покажу это, которые, те, которые должны в церкви иногда посещать, это, Бога верить. Сейчас, сейчас, Вот. Вот. Попробуйте этим людям какую-нибудь, там, это, легче прочитать. Я как-то раз показывал, еще говорю, мужики, пользуйтесь в случае. Эх, как жалко, не умею я быстро листать. Если сейчас не найду, а она, может, специально мне не хочет показаться, у меня так бывает. Вот. У меня так бывает. Именно фотографии, которые я хотел показать. Я сейчас не вижу, значит, это специально было. Все. Покажу на следующем вебинаре. Ну, короче говоря, так, возвращаемся к нашим этим, да, вообще, можно сказать, к нашим баранам, иначе не скажешь. Так, смотрите, смотрите, сюда. Так, значит, что получается? Нужен человек, а он один только во всей стране, который может это сказать. Он может сказать, что прекратите белить дурью, заниматься, белить деревья. Вот. Если у него есть хоть один умный помощник, я давно в этом сомневаюсь. Прекратите калечить деревья, научитесь еще садить. Прекратите в скверах убирать траву, потому что голодают деревья и слабеют каждым днем. И много чего-чего я сегодня наговорил. Ладно.